Саламаса Тармаку Курмету Танзар Здравствуйте, уважаемые соотечники! Хотя сегодня воскресенье, я именно сегодня решил выйти именно в экстренный эфир. Это действительно экстренный эфир. Дело в том, что я именно сегодня понял замысел, каким образом Карим Асимов будет захватывать власть. И мне не жалко, конечно, там пусть они между собой как пауки и банки грузутся. И в конечном счете наша задача добиться смены этого режима. Но здесь, в связи с тем, что Карим Асимов решил использовать меня в своей борьбе за власть. И при том, как основного человека, через которого будут нанесены удары по рядом лиц. И, собственно, через короткое время мы стали бы свидетелями, что на вершине этой власти сидел бы именно Карим Асимов. Я многие годы, уже более 10 лет назад, озвучил, что именно Карим Асимов претендует на высшую власть в стране. Что он будет в борьбе побеждать Даригу Назарбаеву. Вы все видели, что Дарига Назарбаева сейчас снова вернулась в большую политику. Она в партийном списке партии Нур-Атан. Представлена будет депутатом Мажилиса. И понятно, что Назарбаев будет ее назначать спикером, руководителем Мажилиса. Соответственно, в ранге Атабелях она будет третьим человеком в государстве. Первый будет президент, второй – председатель Сената, третий – Мажилис. И, конечно же, как только президент нынешней мебель Такаев уйдет в отставку, то следующий по кругу должен стать председатель Сената. А, как правило, мы знаем по многих странах, в частности, в Узбекистане или того же штамма Кыргызстана, представитель Сената отказывается в пользу следующего человека. И следующий по конституции руководителем страны становится спикером Мажилиса. В данном случае речь идет о Дариге Назарбаеву. То есть мы сейчас на пороге больших изменений, новых политических расстановок сил. При этом уже окончательно Назарбаев хочет оформить страну, как прямое владение членов его семьи. И странным образом или удивительным образом, когда Назарбаев все это делает, его постигла, как обычно, слепота. Это уже не первый раз, это у него было и ранее. Это обычно именно в авторитарных режимах диктаторских происходит. Вот сейчас наступила та самая ситуация, когда, я прямо говорю, существует заговор. Существует заговор со стороны Карима Масимова, и я этот заговор раскрываю. Я не знаю, какие решения примет Назарбаев в ближайшие несколько дней. Я знаю, что с завтрашнего дня произойдут серьезные действия, а именно будут происходить аресты, задержания различные, обвинения. В средствах массовой информации различных, американских или европейских, будут выходить заказные статьи. Выделены огромные средства для того, чтобы эти процессы сопровождались различными пиар-акциями. И суть в том, что якобы ближайший сподвижник Нурсултана Назарбаева, Булат Утимуратов, якобы украл деньги, принадлежащие БТА банку, совместно со мной, на сумму 2 миллиарда долларов. И, о, ура, наконец-то мы нашли деньги Мухтара Бляза. Вот такая версия будет прогоняться по западным средствам массовой информации в ближайшее время. Ну и, собственно, и в Казахстане. Откуда я все это знаю? Дело в том, что я получил информацию, и не только информацию, но и, собственно, сам иск. Не прямо, а через тех людей, которые тоже вовлечены по обращению Казахского банка, БТА банк. БТА банк подал иск в Англию, именно лондонский суд, в котором обвинил Булату Тимуратова, меня и ряд других лиц, что якобы мы вступили в сговор, и что якобы Булату Тимуратов прятал похищенные деньги из банка и прятал для меня. Предположительно, размер суммы около 2 миллиардов долларов. Но самое смешное, что в преамбуле этого обращения, а это тайное обращение в английский суд, к английскому судье, банк в лице некого подставного человека, председателя Викторов, БТА банка, назначенный Кенесом Ракишевым, зять Иманголита Тасмагометова, и он же является подставным собственником для Нурсултана Назарбаева в разных проектах, и являлся, в частности, Казкоммерсбанк. И вот этот банк делает тайное обращение в английский суд, что надо необходимо срочно заморозить, арестовать активы Булата Тимуратова, потому что он, оказывается, помогал в хищении средств Муфтару Аблязову. Это, конечно, фантастическое обвинение. Несколько дней назад один журналист крупного американского издания связался с одним моим товарищем и сказал, что будут арестованы средства Булата Тимуратова по всему миру с обвинением якобы в помощи Мухтара Аблязова. Я, конечно, долго смеялся, и когда меня спросили, что им ответить, я сказал, передайте этому журналисту, что у него очень низкая квалификация, надо работать над собой, потому что такого рода обвинения, они просто смешные и просто какие-то фантастические, и все, и забыл о нем. Но на следующий день я получил на руки этот иск, я был поражен, поражен в этой наглости, наглости того, как сфабрикованы эти обвинения. На полутора тысячах страницах сделаны поддельные банковские и любые другие документы. Представляете, полторы тысячи страниц. И я начал их просматривать и просто поражался. Как можно такие документы засовывать в английский суд? И более того, как английский судья может рассматривать их? Это было невероятно. Но тщательно проанализировав эти документы, я понял замысел тех людей, которые эти иски двигают, притом тайно. Замысел следующий. Замысел, используя такого рода английские решения, у них идея, в частности у Карима Масимова, нанести два удара. Первый, самый главный, по ближайшему окружению Назарбаева, те, которые владеют серьезными денежными средствами, которые на него оказывают разные влияния, в том числе и политические, на принятие тех или иных решений. Такого рода удар необходим для того, чтобы получить окончательную монополию на власть. Мы все прекрасно знаем, что сейчас Назарбаеву более 80 лет. Он реально уже не в состоянии управлять страной, хотя власть, по сути, его в руках. Им манипулирует Карим Масимов. То есть, Карим Масимов получил абсолютное доверие со стороны Назарбаева, и просто ему кладет на стол те или иные решения, которые необходимо принять. На что он получает добро, и Карим Масимов их реализовывает. В данный момент именно так и происходит. Руками, по сути, Нурсултана Назарбаева, используя его высокое доверие именно Кариму Масимову, Карим Масимов решил зачистить ближайшее окружение Назарбаева, те, которые еще мешают ему прийти к власти. Ну, в частности, Булату Тимуратов. Был период времени, где-то приблизительно в 2008 году, когда Булату Тимуратов себя называл вторым человеком в государстве. То есть, он себя воспринимал так, что он стоит по рангу вторым в стране. То есть, вы должны понимать, это не просто кошелек Назарбаева, это не просто бывший управляющий делами Назарбаева. Это человек особо доверенный, который себя считал преемником Нурсултана Назарбаева, но таковым, на самом деле, не стал в итоге политической борьбы между разными группами, которые окружают Нурсултана Назарбаева. Итак, у Карима Масимова очень простая задача таких людей устранить. Устранить, пользуясь большим доверием Нурсултана Назарбаева. Что делает Карим Масимов? Но, если заглянуть в журнал Forbes, говорится, что Булату Тимуратов владеет состоянием свыше трех миллиардов долларов. Карим Масимов, став председателем комитета национальной безопасности, продолжил борьбу со своим давним оппонентом Булатом Тимуратовым, нанял специальных хакеров израильских. В этом ему помогал Александр Машкевич. Это евразийская группа, так называемая. Машкевич, Фаттах Шадиев и Алик Ибрагимов. Вот эта тройка, они были союзниками, являются союзниками Карима Масимова по устранению Булата Тимуратова. Почему они это делают, это другой вопрос, это я расскажу в следующих эфирах. Так вот, нанимается группа израильских хакеров, которые взламывают банковские переводы, различные e-mail у Тимуратова и получают информацию о денежных переводах на крупные суммы, информацию о его компаниях и таким образом они получают представление о средствах, которые там вращаются. Еще более двух лет назад я получал информацию о том, что взломали информацию на различных носителях у Булата Тимуратова и известно, что Булат Тимуратов держит в пользу Назарбаева огромные средства и держит активы. И тогда Назарбаеву доложили, что вместо трех миллиардов долларов на счетах у Булата Тимуратова обнаружили пять миллиардов. И суть была, что скорее всего Булат Тимуратов украл деньги Назарбаева еще два миллиарда долларов. То есть таким образом формировали конфликт между Назарбаевым и его кошельком Булатом Тимуратовым. Я все это слышал, конечно ко мне информация доходит из недр этой власти. Ну и собственно думаю, ну ладно, пусть там они между собой разбираются. Но эти же израильтяне нам сбросили информацию, что у Карима Масимова замысел уничтожить Булата Тимуратова моими руками. А что это значит? Это значит необходимо обвинить, что Булат Тимуратов якобы помогает мне, финансирует. Или каким-то образом укрывает какие-то придуманные средства в размере там нескольких миллиардов долларов. И таким образом уничтожить. Потому что самое ужасное и страшное, скажем, страшное обвинение для человека из окружения Назарбаева, это быть вместе, каким-то образом сотрудничать с Мухтаром Аблязовым. Этот инструмент активно используют специальные службы, в частности Комитет национальной безопасности. Ну я, честно говоря, тогда посмеялся, потому что это было из сферы фантастики. И хотел бы вам здесь привести некую цитату. Цитата, которая прозвучала в английском суде. Обратите внимание, что якобы казахский банк получил решение против Мухтара Аблязова. В связи с тем, что Мухтара Аблязова не допустили участвовать в английском процессе, а меня не допустили. И, соответственно, английские судьи принимали любые иски со стороны Казахстана. И эта сумма выросла до фантастических там свыше 4 миллиардов долларов. Просто лепит обвинение. Английский судья говорит, да, он проиграл. Ну я же не мог аргументировать защищаться. И, соответственно, нарисовали в английском суде огромные суммы. Но при этом в самом иске написано, странным образом, мы эти ему обвинения предъявили, но никак не можем найти его деньги. Всего лишь там 45 миллионов долларов в виде какого-то имущества, которое нашли они. И все. То есть они представляли меня в английском суде, что я такой коварный, такой изворотливый, что у меня должно быть там 5-6 миллиардов долларов, как эта байка рассказывается среди граждан Казахстана. И вот мы нашли всего лишь 45 миллионов долларов. Представьте себе. Вы понимаете, недавно вы видели сообщение по казахским средствам масс информации, что якобы некий сообщник приехал в Казахстан и отдал 6,3 миллиарда тенге БТА-банк. Некий сообщник, фамилия не называется, где это было, кто такой. Еще в 16-м году банк заявлял, что якобы они получили активов на 1,4 миллиарда долларов. Я тогда находился во французской тюрьме и оттуда написал пост. Пожалуйста, дайте информацию, где вы их нашли, где взяли. Я что-то не знаю. Банк промолчал. Ну и вот сегодня я вижу в английском суде банк, БТА-банк, а это Кенес Ракшев, по сути дела, как подставной собственник Назарбаева. Банк пишет, что нету его средств, мы его уже столько лет ищем, более 10 лет не можем найти. Вы представляете, как можно искать то, чего нет? Банк в лице Назарбаева захватил все мои активы, украл все мое имущество. И они пытаются найти какие-то мифические деньги, которые они уже давно присвоили в виде моего имущества, моих активов. И в английский банк они приходят и говорят, нет, у него есть, мы столько лет искали. И наконец прорыв, мы поняли, что эти деньги, оказывается, прятал для меня Булат Утимуратов. Представляете? Но не это важно, важно другое, что написал банк в своем заявлении. Это поразительно, я читал и был просто поражен. Здесь написано, я просто процитирую, цитаты просто удивительные. Я думаю, что когда Назарбаеву переведут эти цитаты, он будет в шоке. Так вот, здесь прямо говорится, что Утимуратов является собственником активов Нурсултана Назарбаева, номинальным его держателем. Говорится, что Назарбаев был президентом до 2019 года, сейчас он какой-то председатель Совета безопасности. И что его обвиняет, по сути дела, в коррупционных преступлениях, что миллиарды долларов Назарбаев похищал у страны. Это здесь все четко написано, просто поразительно. То есть банк, казахский банк в лице Кенеса Ракишева, подставного собственника Назарбаева, прямо в английском суде утверждает, что Назарбаев, через используя свою государственную должность президента, крал миллиарды долларов у государства. Я все эти цитаты отдельно выступлю, я передаю смысл. Вы представляете, как это возможно, что Кенес Ракишев бессмертный, что Кенес Ракишев где-то живет на Луне, и он может такого рода делать заявление в английском суде. И самое удивительное, что здесь несколько таких утверждений, которые методично фиксируют о том, что Назарбаев по сути коррупционер, а что у Тимуратов держал деньги для Нурсултана Назарбаева. Вот это поразительно. Ну и тут интересно, а кто же такими документами снабдил БТА-банк? Выясняется, что это Генеральная прокуратура Казахстана. Вы вдумайтесь, Генеральная прокуратура Казахстана дает материалы. Генеральная прокуратура Казахстана по сути дела соглашается с этим обвинением, что Назарбаев коррупционер, и что у Тимуратов для него держал миллиарды долларов. Любой человек, когда это прочитает, он скажет, это что? Они что там с ума сошли? Как же так? Кто такой Бэтмен нашелся в Казахстане, который пришел в английский суд, обвиняет его Тимуратова и по сути дела обвиняет Назарбаева? Потому что, когда это решение и, собственно, само обвинение появится в средствах массовой информации, весь западный мир будет знать, что в суде английский суд принял решение, согласился, арестовал активы Булата Назарбаева на основании того, что якобы он является кошельком на султана Назарбаева, что Назарбаев коррупционер. И якобы Булату Тимуратов участвовал в сокрытии активов БТА банка, то есть является своего рода моим деловым партнером. Представляете, вот это все, весь этот мусор был поддержан Генеральной прокуратурой Казахстана и агентством так называемой по коррупции, противодействии коррупции. Вы представляете, как это вообще возможно? Более того, БТА банк здесь заявляет в английском суде, что он получил все эти доказательства, аргументы у Генеральной прокуратуры, там дело номер 12, которое было возбуждено в 2009 году. Вы можете себе представить, чтобы Генеральный прокурор отдал документы, которые просто законодательством запрещены, тайна следствия и там все прочее, какому-то, даже не банку, банк уже ликвидирован, лицензия отозвана, компания с названием БТА банк, кому? Кенесу Ракишеву, подставному собственнику Назарбаева. Вы понимаете, когда ты это читаешь, ты думаешь, это что, у Назарбаева нет власти, как это Генеральная прокуратура, агентство по коррупции, как это Карим Масимов, глава Комитета национальной безопасности, позволяет какому-то Кенесу Ракишеву выкатить иск против Утимуратова, который держит гигантские активы, как они пишут, где-то минимум на 5 миллиардов долларов, гигантские активы на султана Назарбаева, и они говорят здесь, нужно принять тайное решение об аресте его активов, потому что, если они начнут проводить расследование, то они могут эти деньги пропасть, вы понимаете? И здесь же говорится о том, что Булат Утимуратов на прошедшей неделе будет приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру. Кто? Булат Утимуратов, который кошелек от Назарбаева, будет приглашен на допрос и с обвинениями, что якобы он сотрудничает со мной и прячет похищенные якобы деньги. Но вы понимаете, что это просто невозможно? Здесь вывод такой. Вывод такой возможен только тогда, когда на все это получены санкции на султана Назарбаева. То есть Назарбаев дал санкцию, начать расследовать, действовать против своего кошелька Булат Утимуратова. А как это возможно? Это происходит только тогда, когда Карим Масимов приходит к Назарбаеву и говорит, что он установишь. Вот у вас было 3 миллиарда, а мы через израильских программистов-хакеров зашли на банковские счета Булат Утимуратова и обнаружили 5 миллиардов долларов, значит он еще где-то 2 миллиарда у вас украл. Но мы не видим этих 2 миллиардов, что он у вас украл. Мы проверили и обнаружили, что эти деньги якобы Булат Утимуратов прячет с кем? С врагом номер 1 Нурсултана Назарбаева. Здесь в английском иске говорится, что более 10 лет я в Казахстане пользуюсь дурной славой и являюсь врагом номер 1 всего казахского народа. Вот так представляется, представляете? Ну конечно же я враг номер 1 Нурсултана Назарбаева. И получается, что Карим Асимов приходит и говорит, смотрите, ваш кошелек оказывается работает на Мухтара Блязова. Конечно же, но Султан Назарбаев говорит, да вы что, это правда? У вас есть доказательства, есть факты? Те говорят, да, у нас есть факты, но давайте мы через английский суд вот так вот возьмем, арестуем его активы по всему миру, потом, когда мы это сделаем, арестуем Утимуратова. И он, конечно же, в наших застенках признается обо всем. Здесь возникает вопрос, а как же я? Иски же поданный, в том числе я являюсь ответчиком. Но английский суд меня обычно не допускал к защите, как это было ранее. И Карим Асимов знает, что я очень негативно отношусь к Булату Тимуратову. Ну, понятно, я в ближайшем окружении Назарбаева ко всем отношусь негативно. И он считает, что Мухтар Аблязов не будет ничего говорить. И просто, ну и вообще, кто ему поверит? Сейчас мы западные средства массовой информации подтянем, они весь этот мусор выбросят. У Тимуратова мы арестуем. И он будет говорить, да, это так было, мы его заставим так говорить. И все красиво. Какие задачи решаются? Ну, во-первых, дискредитируется Мухтар Аблязов. Оказывается, у него нашли 2 миллиарда долларов. Сразу скажу, никаких средств у меня нет, никаких денег найти невозможно. Потому что их нет. И, а Булату Тимуратов, конечно же, у него эти деньги есть, но эти деньги Назарбаева. Что при этом произойдет? Произойдет то, что западные средства массовой информации этот мусор подхватят на короткое время. Потому что мы предоставим сильные и однозначные доказательства, ну, очевидные. Ну, например, нам говорится, что якобы проводились операции финансовые, был сговор с Утимуратовым в 2014-2015 году. И такая фраза смешная, что Мухтар Аблязов в это время проживал на юге Франции. Но не добавляется, что в это время Мухтар Аблязов действительно проживал на юге Франции, но в тюрьме. Потому что я более трех с половиной лет сидел во французских тюрьмах, ждал решений по экстрадиции. И там написано, что Мухтар Аблязов в 2014-2015 году проживал на юге Франции. То есть, понимаете, какое откровенное бронье. Там же говорится, что якобы мой зять Ильяс вступил с ними в переговоры. Там же говорится о неких счетах, о переводах на его счета, там 600 миллионов долларов и так далее. На моей дочери. То есть, там просто фантастический бред. И любой банк, которым мы официально сделаем запрос, а мы сделаем запрос, просто подтвердит, что никаких переводов не было, денег не было. И все, что даже если будет найдено, то будут найдены деньги у Тимуратова, которые он украл у страны совместно с Нурсултаном Назарбаевым. Но вы же понимаете, средства массовой информации в руках Назарбаева в Казахстане. Зарубежные, они сейчас начнут выбрасывать этот мусор. И такие вещи возможно делать, грубые фальсификации, когда одна сторона уверена, что какое-то правосудие в их сторону примет решение. Ну как вот, конечно же, известная английская правосудие, которая поддержала Даригу, которая представила себя крутым бизнесменом. У нее там обнаружили на сотни миллионов долларов разного имущества в Англии. И она на голубом глазу приходит, рассказывает о своих успехах в бизнесе. А Генеральная прокуратура Казахстана подтверждает и говорит, что да, Дарига Назарбаева крутой бизнесмен и деньги, которые английская правосудие арестовало, это неправильно. И английский суд принимает такое решение. То есть эти люди, Карим Масимов и все прочие, уверены в полной своей безнаказанности, что они приносят любой мусор. То есть английский суд и судьи принимают их поддержку в решении. Вы представляете, какой масштаб действия, который сейчас организован именно Каримом Масимовым. Поэтому, знаете что, здесь даже операции написаны, придуманные тоже, что якобы в 18-м году, в 19-м, в 20-м году, якобы были у меня компании совместно с Булатом и Тимуратом, Более того, оказывается у меня были компании в 14-м году через швейцарском банке Кредит Свиз. В швейцарском банке Кредит Свиз, который знает, что против меня принимал решение судья, старший брат Тони Блэра. Тони Блэр был советником Назарбаева и получил не менее 50 миллионов долларов за свои так называемые консультации. Вы понимаете, какая коррумпированная связка идет во всем этом. А как мог Кредит Свиз подтвердить платежи якобы Мухтара Блязова, если Мухтара Блязова сидел в тюрьме? То есть, понимаете, насколько наглая подделка. Когда мне американский журналист это передал, я просто сказал, да это невозможно, это вообще ерунда. Иди, потренируйся, поработай, стань настоящим квалифицированным журналистом. Я просто смеялся и считал, что это вообще невозможно. Но вы представляете, вот такой фантастический иск пришел в английский суд. То есть, для меня сейчас английское правосудие, и раньше я скептически относился, конечно же, после этого это будет гигантский невероятный скандал. Я сразу хочу сказать, что эта информация, вот то, чем мы владеем, уйдет в крупнейшие западные здания, и они разоблачат действия всей этой преступной верхушки, разоблачат этого судью, который такого рода решение принял, или принял о замораживании активов. Поэтому здесь суть не в этом. Не суть в том, что пришли иск, в том числе я там присутствую, суть здесь в другом. А для чего все это делается? А делается это для чего? Для того, чтобы, используя тем, что Карим Асимов манипулирует Назарбаевым, устранить, зачистить пространство вокруг Назарбаева, получить полные доминирования. Потому что сейчас как получится, если Булат Утимуратов будет арестован, а он точно должен быть арестован, насколько я знаю, он еще не арестован, но он точно будет арестован, вокруг его дома будет стоять спецназ, или даже если этого не будет, то аэропорты, и все будет заблокировано. Это будет сделано для того, чтобы сказать, что нет, Мухтар Аблязов там говорит неправду. Это невозможно остановить, потому что иск лежит в английском суде, потому что западные издания на ближайшие недели собираются публиковать всю эту информацию. Конечно же мы все это опровергнем абсолютно доказательными фактами, но это Назарбаеву и Кариму Асимову вроде как бы не нужно. В чем суть, почему Назарбаев, пусть даже, ну скажем, еще в таком соображающем состоянии, такие действия делают? Как можно так нагло действовать Кариму Асимову, когда Назарбаев как мумия, почти труп, еще еле шевелится вроде, но он же шевелится, как можно, он еще не труп полностью, как можно такие действия делать? Эти действия можно делать только в том случае, если это попадает в замысел Назарбаева. Ну, Назарбаев, у него есть так называемые партнеры, ну в частности Булат Утимратов, с которым у него делится бизнес 50 на 50, и он является его подставным собственником. Такими же собственниками и партнерами являются Машкевич, Фаток Шадиев, Ибрагимов, также и Карим Асимов, также и другие какие-то есть так называемые бизнесмены, с которыми в доле с Назарбаевым. Но здесь придумывается такой красивый механизм. Красивый механизм, если нет меня, красивый механизм, если Булат Утимратов будет арестован, красивый механизм, если все будут молчать, ну, например, меня устранили, арестовали Булат Утимратова, этот механизм работает безотказно, некому защищаться. Они приносят обвинения, приносят сфабрикованные доказательства, и защищаться некому. И тогда просто все решения судов выходят такие, которые нужны Кариму Асимову. Дело в том, что Нусултан Назарбаев тоже задумал план отобрать деньги у своих партнеров. У Булата Утимратова, у Машкевича и так далее. Он использовал на какой-то период, теперь он хочет все активы отобрать у них. И, конечно же, когда Карим Асимов приходит, консультан Назарбаева говорит, что вот давайте мы ударим по Булату Утимратову, заберем его активы, ну и при этом его представляет, что тот сотрудничает со мной, у Назарбаева хороший повод, действительно, обвиняя Булата Утимратова, сотрудничает со мной, отобрать активы, посадить его в тюрьму и физически ликвидировать. Все, один собственник пропал. Теперь взять следующего группу Машкевича, тоже посадил в тюрьму, арестовал, забрал. Нужен нормальный легальный механизм, чтобы это можно было осуществить. Для этого нужны западные суды. В этом смысле английский суд идеально подходит. Что теперь задумал Карим Асимов? Карим Асимов решил подыграть как бы Назарбаева, но при этом утопить самого Назарбаева. Подыграть в чем? Всем теперь будет озвучиваться следующая версия, что оказывается помогал Утимратов, его имущество арестовывается и отбирается куда? Некий БТА-банк, где номинальным собственником является Кенес Ракшев. Кенес Ракшев, он находится под контролем Карима Асимова. Он выполняет все его инструкции. То есть, эта собственность залетает на счета БТА-банка, отбирается у Утимратова. Назарбаев торжествует. Я уничтожил Утимратова, все активы и имущества я отобрал. Но он не учитывает, что Карим Асимов его обыгрывает. Дело в том, что в английских судах везде теперь говорится, что коррупционер Назарбаев, что эти люди подставные собственники. То есть, что получится? Эти активы не могут попасть в руки на султана Назарбаева. Он уже коррупционер, и это будет зафиксировано решением английского суда. Представляете? И тогда Карим Асимов остается сделать буквально один последний шаг. Ему нужно арестовать Назарбаева, ликвидировать, прийти к власти. И все крупные партнеры, ну, султан Назарбаев, как Машкевич, обвиняется в том, что они тоже якобы сотрудничали со мной, и тоже выдвигается обвинение в английский суд, арестовываются их активы по всему миру, и методично отбирается в пользу БТА банка, который контролирует Карим Асимов. Вот такой простой замысел. Простой замысел, который вроде совпадает с желаниями на султана Назарбаева, поэтому, конечно, он говорит, ну да, давайте, но он же не читает судебные иски, он не знает английский язык. Он доверяет Кариму Асимову. А Карим Асимов выстраивает такие иски, где прямо на султан Назарбаев называется коррупционером, который использовал свою власть для того, чтобы украсть миллиарды долларов у страны. Вы представляете? В общем, одним словом, тут это мой первый эфир. Я начну публиковать выдержки с этих обвинений, чтобы все эти факты были подтверждены. Я знаю, что меня сейчас слушает и Карим Асимов, и ближайшее окружение Назарбаева. И, конечно же, этот иск ему переведут на русский язык, и он прочитает и поймет, что Карим Асимов через кинеса Ракишева, зятя Иммаголита Смагометова, обвиняет Нурсултана Назарбаева, говорит, что он коррупционер, что он крадет у страны миллиарды долларов. Там написано, что Булат Утимуратов является кошельком Нурсултана Назарбаева, что он держит деньги на султан Назарбаева. Здесь все об этом написано, в этом миске. И здесь же говорится, что эти документы предоставила Генеральная прокуратура Казахстана и Агентство по противодействию коррупции. Он это все увидит. И пусть решает. Я сейчас не на чьей стороне. Я считаю, что мы всех их должны отстранить от власти и посадить в тюрьму. И Булата Утимуратова, и Карима Асимова, и Нурсултана Назарбаева, и ближайших восподвижников. Но это то, что вышло в английском суде, это гигантская бомба. Гигантская бомба, которая нанесла удар не по мне, а нанесла удар по Назарбаеву. И этот удар организовал Карим Асимов, используя помощника своего зятя и маголиты Смабритова Кенеса Ракишева. Вот это так выглядит. И завтра пусть они решают, будут они арестовывать, Булата Утимуратова или нет. Но ясно, что это не повиснет, где в воздухе. Решение английского суда уже есть. Иск есть, все озвучено. Мы сейчас в западное издание будем давать полный фактаж и объясним, для чего делалось, почему делалось. Что они занимались тем, что фальсифицировали на полутора тысячах страницах все обвинения. То есть и в Англии будет колоссальный скандал. Скандал будет по всему миру. И пусть Назарбаев решает, он вообще имеет реальную власть в стране или нет. Реально он ее контролирует. И пусть он решает, что он будет делать с Каримом Асимовым, с Утимуратовым. Потому что, если сейчас он не среагирует, скоро, в ближайшие несколько месяцев мы увидим, что на вершине власти будет находиться именно Карим Асимовым. Именно Карим Асимов сегодня уничтожит Булатова-Тимуратова, завтра Машкевича, всю эту верхушку. И все капиталы страны сосредоточатся в его руках. Так было в Узбекистане. Когда к власти пришел Мирзиоев, он отобрал все капиталы у детей Ислама Каримова, бывшего президента Узбекистана. Только здесь отличие о том, что власти в стране придет глава спецслужб. Такое тоже в мире было. Поэтому, уважаемые друзья, мы сейчас вступаем в новую фазу. Вы, конечно, можете сказать, что там пауки бьются у себя, пусть у себя друг друга уничтожают. К сожалению, нет. К сожалению, эти люди, они уничтожают народ Казахстана. Они воруют миллиарды долларов. Вы можете бесконечно сидеть, как в цирке, наблюдать. Но ваша жизнь будет бедная и несчастная. А у них будет богатая и счастливая. Да, кого-то друг друга они съедят. Но ничего не изменится, пока эта политическая система, этот режим не будет сломлен и не будет свален. Поэтому мы должны это изменить. Я еще завтра выступлю, опубликую посты, выставлю скрины этого иска. Вы должны понять, что сейчас будут гигантские изменения, будут мощнейшие потрясения. Они, конечно, могут произойти более скрытно в течение какого-то периода, потому что после моего заявления начнутся лихорадочные консультации, альянсы, опровержения. Но уже все поздно. Документы у меня есть. В английских судах иск подан. Фальшивые разные документы, они тоже в наших руках, под эгидой Генеральной прокуратуры Казахстана. Все это уже публично. Назад открутить этот механизм невозможно. Тут ситуация такова. Или этот механизм уничтожит Нурсултан Назарбаева и его ближайших родственников, или этот механизм будет запущен против Карима Масимова, который решил в итоге пойти на резкий шаг, уничтожить Нурсултан Назарбаева, заодно уничтожить политического конкурента этого режима Мухтара Блязова. До связи завтра в прямом эфире. Сауындыр.